Невроза Мегаполиса Невроза Мегаполиса Невроза Мегаполис сосудистую дистонию или паническую атаку или невротические расстройства лечат неврологи. Потому что у человека есть понятие, вот слово невроз и невролог. Им кажется, что это тожественные профессии и расстройства. На самом деле нет. Неврологи не занимаются вопросами касающиеся неврозов, панического и тревожного расстройства. Неврологи занимаются совершенно другим профилем, связанные с головным мозгом, сосудами головного мозга, с рецепральными артериями и так далее. Неврозами, паническим расстройством или гетососудистой дистонии неврологи не занимаются. Максимум, что может сделать невролог хороший, это провести диагностику сосудов головного мозга. 18 часов. Спасибо. Сосудов головного мозга, диагностику сосудов головного мозга, их функциональность, наличие той или иной патологии, которая может сопровождать или вызывать симптоматику, на которую вы жалуетесь, например, головокружение или боли, и оценивать именно функциональное состояние. Поэтому пытаться, пытать ваших неврологов на тему, как это лечить, не нужно, потому что они в лучшем случае выпишут вам какие-то сосудистые средства. Отсюда второе заблуждение, что вегетососудистая дистония это что-то с сосудами. И надо опять идти к неврологу. Это тоже не так. Посмотрите предыдущие лекции, вы поймёте, что вегетососудистая дистония это не диагноз, это синдромокомплекс, который был разработан, так сказать, термин, да, вегетососудистая в Советском Союзе, куда отправляли всё вегетативное функциональное расстройство. Только потом к этому приплюсовали термин невроз, потому что Сюльву Вильям Кален в 17 веке определил невроз именно таким образом, где есть жалобы телесные без определения патологической составляющей органа. Позже определили невроз как функциональное расстройство без органической патологии. Позже определили как обратимое нервно-психическое расстройство, где затрагивается регуляция вегетативной нервной системы и психологическая компонента личности и так далее. То есть, ещё разок, неврологов не пытаем на тему ВСД и на тему неврозов и панических атак. Невролога можно пытать на тему посмотреть сосуды, насколько есть ли поражение рецепральных артерий, насколько функционируют сосуды и кровоток. Как правило, у многих людей обнаруживается нарушение того или иного рода кровотока. Нужно задать неврологу единственный вопрос, может ли такое нарушение, допустим, в процентном соотношении бессебральной артерии или кровообращения головного мозга, влиять на те симптомы, которые вы испытываете. Если он скажет, что да, нарушение некоторое есть, но оно практически у всех и оно не может вызывать такой симптоматики, значит, вы можете спокойно успокаиваться в плане того, что это не профиль невролога, то есть, не проблема сосудов. Если невролог говорит, что да, есть проблемы с сосудами головного мозга и назначает вам препараты, здесь есть два варианта. Либо это действительно проблема неврологии, либо это сочетанная проблема, где есть и проблема сосудов головного мозга, включая остеохондроз шейный, где есть компрессия висцебральных артерий, либо есть особенность анатомии строения висцебральных артерий, допустим, изменения в анатомическом строении самой артерии, либо в виду шейного остеохондроза есть компрессия артерий, либо есть гипертонус трапециевидных мышц, где есть тоже компрессия висцебральных артерий, что, соответственно, затрудняет движение кровотока к головному мозгу, отсюда идёт нехватка кислорода, и головной мозг начинает страдать от нехватки кислорода. То есть, может быть, сочетанная история, и тогда в сочетанной истории вы слушаетесь рекомендации невролога и идёте к психологу-психотерапевту для работы над самим невротической, над самой невротической проблемой. То есть, неврологов не пытаем, только на уровне диагностики. Второе, попытка найти ответ у терапевта общей практики у врача. Врач-терапевт не занимается ВСД и не занимается неврозом. Он направляет человека на обследование, делает общий вывод и отдаёт клиента в тот или иной стационар, направляя, либо отдаёт его в те или иные направления медицины. То есть, это как за такое звено распределитель. Реже терапевт занимается назначением, ну, не реже скорее, назначением общей терапии может заниматься сам терапевт. Но какой-то конкретной узкой специальностью, например, неврология, кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, аллергология, эндокринология, он отдаст вас своему коллеге-специалисту по профилю. То есть, терапевтов и неврологов не пытаем. Кардиологи. Значит, многие думают, что во время начала панической атаки или тревожного расстройства у многих есть убеждение о том, что что-то с сердцем. Вот это убеждение, проверяние пульса, проверяние давления и верование, что с сердцем что-то случится на улице или на работе ещё где-то, это не является ВСД. ВСД это называется кардиофобия или кардиофобия, кому как удобно, где есть страх, а тревога от страха сильно отличается в определении, где есть страх, допустим, умереть от инфаркта или страх за собственное сердце. Это кардиофобия, это никакой не ВСД. И кардиолог кардиофобию не лечит. Задача кардиолога – это диагностика и объективная диагностика функциональных анатомических параметров сердца, где есть современные высокоточные исследования, такие как ультразвуковое исследование, которое показывает вам анатомическое состояние сердца, где замеряются стенки, толщина, параметры, выбросы и так далее. Есть определённые нормы. Если ультразвуковое исследование не находит серьёзной патологии, а кардиолог вам скажет о наличии её, если она будет, есть тут ещё одна ошибка. Специфические анатомические особенности уже сегодня относятся к разряду особенностей нормы. Ну, например, увеличение левого желудочка или блокада левой ножки пучка гиса или отклонение оси сердца, положение. То есть, есть определённые анатомические врождённые особенности. Допустим, что там у нас ещё? Этот самый, как его? Стенка. Стенки могут быть утолщённые. То есть, есть разные анатомические отклонения, которые являются особенностью данного индивида, но не являются патологией, которая может вызывать те или иные проблемы. Поэтому часто, когда кардиологи достаточно сухо пишут увеличение левого желудочка, гипертрофия, значит, блокады левой ножки пучка гиса, ещё там что-то, что-то, и вы понимаете, что что-то написали, значит, что-то есть, но не объяснили конкретно и начинаете на эту тему загоняться. Поэтому найдите кардиолога, который вам чётко, дотошно объяснит, есть ли патология или нет. Какие мы используем диагностические методы для выявления кардиологических патологий? Это ультразвуковое исследование, это электрокардиография, это исследование по холтеру, суточный мониторинг по холтеру, и это велгометрия в нагрузке. Вот этих исследований больше, чем достаточно для понимания сути проблематики. Всё. Если кардиолог вам говорит, что всё окей, есть какие-то анатомические особенности, но они вам не опасны, не страшны, в том числе и экстрасистолы, вам кардиолог должен объяснить, что такое экстрасистолы, что они в норме, несколько сотен в сутки экстрасистол. Но в условиях невротического образования, которое у вас есть, экстрасистолы становятся более выраженными, они переживаются более эмоционально, их ожидаешь, поэтому их ощущение в виде перебоя в груди является достаточно болезненным, вызывающий дополнительный страх. Поэтому терапия экстрасистол – это такой специфический вопрос в кардиологии, потому что многие кардиологи считают, что если вы относительно молод и у вас нет органической патологии сердца, то лечить экстрасистолы не нужно вообще, если только их не так много, что просто невозможно жить и функционировать, что они прям не заканчиваются. Редкие экстрасистолы, даже парные, многие кардиологи считают, что трогать не нужно. Достаточно работать с психотерапевтом, снять вот это внутреннее напряжение, которое вызывает их, и они закончатся. И я придерживаюсь этой же позиции, что большинство экстрасистол не требует медицинской фармакокоррекции, кардиологической. Потому что побочный эффект от приема водителей ритма, они по час гораздо опаснее и гораздо серьезнее, чем наличие самих экстрасистол. Во всяком случае, вот слова кардиологов, с которыми я советовался. Поэтому кардиологов тоже не пытаем, только диагностируемся, они не лечат. Значит, что еще? Какие еще бывают ошибки по врачам? Недоверие, что эти не нашли, найдут, значит, другие, и мы начинаем носиться-носиться. Это на самом деле называется ипохондрическое расстройство, когда человек пытается найти в себе то или иное заболевание. Это не является ошибкой в плане проблемы, это является просто одной из ошибок на начальных этапах. Еще раз, кардиология, сосуды, сердце, не пытаем неврологов, не пытаем терапевтов, не пытаем кардиологов, не ищем в себе какие-то болезни, которых якобы кто-то не нашел. Вы должны понять, что если вы прошли обследование и все достаточно стабильно в органике, значит, вам нужен психолог и психотерапевт. Теперь проблема и заблуждение второго рода, что если вам нужен психолог-психотерапевт, то вы какой-то душевно больной, потому что у всех психологи и психотерапевты как-то ассоциируются с психиатрами, а психиатры это совсем уже до свидания. Объясню, откуда пошло такое заблуждение. Заблуждение-то пошло от того, что в Советском Союзе в большинстве случаев оперировали термином психиатрия, и все страшные истории по поводу белых домов, пижам, электрошоков и так далее, пены изо пота, связанные с словом психиатрия. На самом деле психиатрия – это медицинские отрасли, это наука, в которой есть две большие категории – это большая психиатрия и малая психиатрия. Большая психиатрия занимается действительной патологией, это действительное заболевание головного мозга, это заболевание высшей нервной деятельности, это посттравматические проблемы, когда человеку проломили, допустим, была какая-то травма черепно-мозговая, на фоне этого был поврежден головной мозг, и случились проблемы. Это последствия тяжелых интоксикаций, которые могут отражаться на работе головного мозга и высшей нервной деятельности. Большая психиатрия занимается врожденной патологией, она ставит инвалидизацию, то есть это совершенно другая отрасль. Основным приемом психиатрии есть фармакотерапия, где идет задача не столько на саму терапию, сколько на поддержание функциональности какой-то человека в той или иной проблеме, или ослабление симптоматики, потому что если у человека есть врожденная болезнь, то вылечить ее, скорее всего, невозможно, если это, допустим, разные синдромы умственного развития, особенности умственного развития, особенности нервной системы, всевозможные инфекционные последствия инфекционных заболеваний нервной системы. То есть их вылечить практически ненереально, их можно только как-то уменьшить симптоматику с помощью комбинирования препаратов, и там нет терапии, и искать терапию невроза в большой психиатрии не приходится. Есть малая психиатрия, которая как раз занимается неврозами и пограничными состояниями, но концепция психиатрического подхода говорит о том, что произошли изменения в регуляции нейромедиаторов гормонов, например, дофамина и серотонина. Нужно пропить антидепрессанты и транквилизаторы для успокоения, чтобы снять симптоматику. С точки зрения психиатрии это правильно. Когда вы применяете антидепрессанты или транквилизаторы, действительно выравниваются нейромедиаторы и снимается уровень тревожности. Но проблема в том, что, как я сказал выше, психиатрия не занимается фармакотерапией, не занимается терапией. Это лишь эпизодическое временное снятие телесных и психологических симптомов. Временное. Потому что сам по себе невроз, он зарыт в личности и в отношениях с окружающим миром. Ни одна таблетка отношения личности с окружающим миром не изменит. Но технически изменит. У вас просто очки такие розовые станут на время приема транквилизатора или курса антидепрессантов. Но потом, в большинстве случаев, все возвращается на круги своя после отмены препаратов и цикла. И это сплошь и рядом. Поэтому ошибка уповать и искать помощи у психиатров исключительно с точки зрения фармакологии. Такая же ошибка считает себя больным. на голову и искать в себе, стесняться этого. Еще раз, паническая атака, неврозы, ВСД ваше нечастное, обсессивно-компульсивные, навязчивые мысли, страхи, даже причинить кому-то вред или повышенный страх за что-либо, не является доказательством и причиной к самообвинению, что вы какой-то больной на голову и вам нужен психиатр и вообще выничтожество. Это не так. Вам нужен просто психолог, психотерапевт для того, чтобы вы с ним совместно нашли ту причину и обстоятельства в вашей жизни, которая вызывает те или иные симптомы как на телесном уровне, так и на эмоциональном. Вот и все. И нету здесь никакой шизофрении, и нету здесь никакой патологии, и нету здесь ничего, что вам нужно стесняться. Дальше рот ошибок идет именно по факту стеснения, что я не пойду, потому что это все шарлатанство, потому что это все развод на деньги, надо там литр водочки выпить или покурить пойти чего-нибудь. И вот тут возникает еще одна колоссальная ошибка. Смотрите, что происходит. Вы заболели, ну не заболели, а вышли в невротическую симптоматику, простите, вы сначала не вышли в невротическую симптоматику, а невроз же он достаточно бывает накопительный, реже реактивный, хотя реактивный выход тоже бывает. Как оно обычно бывает в таком русле ошибок? Человек чувствует напряжение, напряжение нарастает. Оно нарастает, вы начинаете больше раздражаться, суетиться, потому что внутренний конфликт все более и более актуален. И оттуда у человека приходит гениальная идея в голову, что-нибудь пойти дунуть, покурить, или пойти начать водочку фигачить. И вот он в один прекрасный момент думает, что-то мне как-то грустно, одиноко, тревожно, там как-то напряжённо, пойду-ка я с друзьями покурю. Он думает, что его расслабят от этого, курит, его накрывает ещё больше и больше не отпускает. Потому что делается классическая ошибка. Если вы напряжены и чувствуете, что на душе достаточно дискомфортно, и вы уже не можете спокойно спать, вы уже постоянно напряжены, у вас тахикардия, у вас вегетативные телесные симптомы, ни в коем случае не пытайтесь снять это алкоголем или наркотиками. Потому что с 90% вероятности, что будет только хуже. Это ещё одна классическая ошибка. Потому что вегетативная система и так напряжена, я могу объяснить с точки зрения нейрофизиологии, как происходит. Вегетативная система и психика и так напряжена, вы пытаясь её расслабить алкоголем, её расслабляете, но доза алкоголя увеличивается. А распад этилового спирта в организме консолидирует достаточно много ядов после распада этого спирта. И эти яды на самом деле дополняют то самое напряжение вегетативной системы. Вам становится только хуже. С травой и наркотиками из группы амфетаминовых, амфетамино-стимуляторов, амфетамино-стимуляторов и произрастающих наркотиков, в том числе синтетических и ЛСД и прочих галлюцинаторных препаратов. Происходит следующее. У вас было уже напряжение внутреннее, вы его пытались снять, покурив или употребив какой-то наркотик, думая, что вас расслабит. А на самом деле происходит обратный парадоксальный эффект, вас только больше напрягает. Напряжение внутреннее достигает кульминации, срабатывают защитные психологические механизмы страха за собственное здоровье, и вот оно пошло и поехало. Дальше вторичный страх, что это повторится, адреналин, неправильная трактовка адреналина, и вот вам генерализованное паническое расстройство. Поэтому классическая ошибка еще одна, это употребление алкоголя или наркотиков для того, чтобы снять напряжение. Еще одна ошибка классическая, это пытаться... Да что ж такое, не могут у меня... Пять минут даже не дадут ролик записать. Классическая ошибка еще какая, это пытаться изолироваться от людей и пытаться считать себя каким-то больным, чтобы только никто этого не увидел. И это тоже типичная ошибка, которая формирует уже агорофобическую симптоматику. Туда не пойду, вдруг увидят, туда не пойду, вдруг увидят, туда не пойду, вдруг увидят, осудят, посмеются, скажут, что я совсем больной или больная, на всю голову там, ну и так далее. Тоже ошибка. Другая ошибка по поводу отношений в семье, что начинается специфическое отношение в семье, но тут уже более разнообразно. Поэтому, подводя итог, первое, не пытайтесь найти терапию невроза и ВСД в медицине. В медицине вам нужно найти только дифференциальную диагностику и обследование, а уже благодаря этому обследованию понять, что все с органами окей, но надо пойти к психологу-психотерапевту. Значит, это важный момент. Дальше, вторая ошибка, это пытаться найти в себе какие-то все-таки те или иные органические заболевания, которых якобы никто не может найти. Третья ошибка, это бояться визита к психологу, к психотерапевту, посчитая, что вам выпишут какой-то билет, напишут на лбу, что вы больной. Бояться вот этого тоже большая ошибка. А никто вам, даже если вы ляжете в стационар или будете ходить на частные визиты к психотерапевту, никто вам ничто не напишет и никак ваша жизнь от этого не изменится. Это очень важно. Чтобы вам дали какую-то инвалидность или дали какую-то негодность и ограничение, у вас должна быть серьезная-серьезная психиатрическая патология, с психиатрическим диагнозом, с консилиумом, с присвоением той или иной степени инвалидности и профнепригодности и так далее. В неврозе такого не дают. Так что можете не надеяться. Значит, это тоже ошибка. Дальше ошибка по поводу упования на фармакологию. Нельзя. Только на период острой симптоматики дальше ищите психолога, психотерапевта, не боитесь этого. Какие еще бывают ошибки? Ошибки в том, что... Вот еще одна типичная ошибка. Дальше уже, да. Это про наркотики и алкоголь я рассказал, все поняли. Дальше ошибка, что по самому процессу психотерапии. Ну, о процессе психотерапии и ошибках уже в той области. Смотрите ролик «Процесс психотерапии». Спасибо.